Что может быть лучше запаха лесных грибов, когда приготовишь их с картошечкой и все, жизнь удалась. Но как их выбрать, приготовить и хранить? Для многих это семейная традиция, которую передают из уст в уста. Но мы сейчас все расскажем. В поисках ответов мы приехали на главный рынок столицы. У меня в продаже сегодня есть подосиновички и белые грибы. Все, на сегодняшний день. Когда ножом режете, то бывает сталь, обыкновенная сталь, и грибница окисляется и пропадает. А правильно его скручивают. На базары вы должны обязательно смотреть анализ для грибов, и это самое лабораторный, и спрашивать у продавца. В анализе написано, какой это гриб белый, потому что проверяют на радиацию и режут, проверяют на червячки. Стоит отметить, грибы по своему составу являются одним из самых полезных продуктов во всем мире. Вот только большая часть из них нашим организмом не усваивается. Но лесные деликатесы содержат много белка, в два раза больше, чем куриные яйца, к примеру. Для начала нужно убедиться, что грибы свежие. То есть ножка должна быть плотная. Если срезать низ ножки, не должно быть рыхлости, то есть они не должны быть червивые. Моя бабушка всегда их приваривала, замачивала, вываривала, и потом вкусу в этих грибах было ноль. Сейчас мы с чуть большим пониманием дела к этому всему подходим. Мы понимаем, какие грибы надо, какие не надо. Я стараюсь практически все грибы, желательно их, конечно, промывать. Они напитывают себе много влаги, главное их потом хорошенько просушить. Можно в холодной воде замачивать, можно некоторые грибы, если вы очень волнуетесь, ненадолго замочили в холодной воде. Все, потом берете зубную щетку мягкую и хорошенько их почистите. Все, и потом просушите на полотенце, можно на окне, если это солнечный день, в духовке на малой температуре. То есть лишняя влага уйдет, они тогда будут хорошо жариться. Кстати, грибы не подходят для праздничного стола, так как сочетания грибных блюд с алкоголем очень плохо влияют на организм. Необходимо соблюдать определенные правила сбора грибов. Первое, это то, что грибы необходимо собирать, конечно же, съедобные, и обращать на это внимание тщательно. Также желательно собирать грибы непосредственно в лесу и отказываться от сбора вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, вдоль пищевых предприятий. Также желательно брать грибы молодые, поскольку в старых грибах происходят сложные химические процессы, впоследствии чего они могут быть ядовитыми, накапливать токсичные вещества и неблагоприятно влиять в итоге на организм человека. Медики предупреждают, при употреблении консервированных грибов также следует быть очень осторожными. Гриб – это такой продукт, который накапливает в себе максимально, как ни один, наверное, продукт, различные химические ядовитые вещества. Помимо этого, конечно же, есть риск возникновения ботулизма. Это касается именно консервированных продуктов, поскольку пластридзе ботулином обитает в почве, и неочищенный гриб, в котором остаются какие-либо остатки почвы, может попасть в консервированную банку, которая, скажем так, некачественным образом произошла ее обработка, консервация, и впоследствии могут быть тяжелые для организма состояния. Соблюдая все эти простые правила, вы и дарами леса себя порадуете, и, образно говоря, вернетесь домой в целости и сохранности. Субтитры создавал DimaTorzok